Всем привет! С вами Анатолий Быков, Джин Лав. И в этом видео я покажу вам, как изменить ширину сайдбара и его переместить либо вправо, либо влево. Также я покажу вам, как изменить ширину страницы и в целом, как поменять ширину сайта в имеющемся у вас уже шаблоне. Это будет очень полезное видео, потому что иногда встречаются различные шаблоны, допустим, как вот этот. И здесь у меня вот сайдбар, вот такой вот. Я бы хотел, чтобы он был правее. Ширина страницы очень узкая, я хочу, чтобы она была поширей. И еще один сайдбар слева, который тоже я бы хотел переместить влево. То есть это все можно сделать, зная то, как это нужно сделать. Итак, давайте я вам быстренько все это покажу. Сначала, как всегда, нажимаем правой кнопкой мыши, потом посмотреть код и находим ту строку кода, которую нам нужно поменять. Итак, нажимаем вот сюда и далее таким вот образом ищем. Вот, и у нас здесь будет отображаться, что нужно менять. Ну, я уже нашел, я вот так сверху щелкал, щелкал методом эксперимента и добрался до вот этого значения. И вот здесь у нас ширина сайта показывается 1218. То есть сначала мы поменяем ширину сайта. В данный момент ширина сайта у нас вот такая. Я хочу, чтобы она была пошире и ближе вот сюда к краям. К краям поближе было. Сейчас мы просто берем вот здесь и прописываем. 1290. Ну, я уже подобрал эту ширину. Вот будет в будущем вот таким образом это все выглядит. Далее мы берем и копируем эту строчку. И заходим в редактор. То есть, видите, ширина сайта поменялась не только вверху, но и вообще полностью везде. И вот тут стало узко. Вот, теперь заходим в редактор. Внешний вид. Редактор. Таблица стилей вот здесь открывается на внизу. Вот. И нажимаем сочетание клавиш Ctrl F. Потом вставляем это и находится эта строчка. И вот здесь прописываем изменения. 1290, да? А потом нажимаем обновить. И у нас потом, когда мы обновим страницу, будет вот такая вот ситуация. То есть, ширина сайта изменится. Теперь, смотрите. Вот я сейчас прописал, да? Не стал сохранять и так далее. Потому что у меня такой способ не сработал, да? Но есть другой способ, как это можно сделать. И я вам еще раз покажу. То есть, вы можете таким образом обновить, но если у вас, когда вы прописываете новые цифры, ничего не меняется, то тогда вам нужно просто зайти сюда. Вот этот весь код, который вы здесь, да? Взять его, скопировать полностью. Вот я его уже скопировал. Вот сюда. Вот. Тент-код, да? Взять вам его нужно полностью скопировать. И вставить в другое место. Сейчас покажу, куда. Итак, давайте поступим еще раз. Вот прямо отсюда. Тот код, который мы меняем, мы берем его и копируем. Копируем. Потом заходим сюда. Вот это все дело закроем. Нажимаем настроить. Далее. Как правило, у шаблонов есть и таблицы стилей. Дополнение CSS. И вот сюда вставляем этот код. Нажимаем вставить. Потом берем и прописываем необходимые нам данные. 1290. И потом нажимаем сохранить. Закрываем, закрываем. Все. Ширина сайта у нас изменилась. И вот здесь стало очень короткое расстояние. То есть, теперь сайт стал шире. Итак, теперь давайте изменим ширину сайдбара и переместим его немножко правее. Итак, для этого также нажимаем правой кнопкой мыши. Потом просмотреть код. Нажимаем потом вот сюда. Далее протягиваем вниз. И вот здесь вот таким вот образом находим сайдбар. Вот так вот, чтобы все синим выделялось. Ага, нашли. И вот эта строчка секондарий. Вот здесь, ну, у меня в процентах у вас может быть в пикселях указано. То есть, меняем ширину сайдбара так, как нам надо. Подбираем. Я уже подобрал, у меня будет 18. Вот такая вот ширина сайдбара будет. 18. Видите, он сам сдвинулся справа. Итак, далее также копируем эту строчку. Заходим в редактор стилей. Ctrl-F. Вставить. И вот здесь то же самое. Мы можем менять, да? Найти этот код. Но у нас их много здесь значений. И прописать. Видите, что еще получилось, да? Вот на самом деле, здесь с сайдбаром сложнее получилось, так как много вариантов, да, что нужно поменять. Различные, да? И так как у нас там отобразилось, здесь так не отображается в процентах, да? Вот. Что нужно сделать в этом случае? Так же давайте зайдем лучше сюда. Потом опять отсюда же скопируем весь этот код. Скопируем код. Потом закроем. Зайдем опять в настройки. И сюда внесем дополнительные настройки. Дополнение CSS. И вот здесь вот ниже вставим этот код. Ну вот таким вот образом. И нажмем сохранить. Сохранено. Закроем, закроем. Еще раз обновим. Видите, с ширина сайдбара поменялась. То есть, если у вас случайно в редакторе не вносится изменение или как-то по-другому, можно просто через дополнительные CSS, да? Вот через настройки там вносить. Теперь давайте изменим ширину вот этого, ширину странички, да? То же самое. Нажимаем правой кнопкой мыши, просмотреть код. Далее нажимаем сюда. Далее находим эту всю ширину. Вот таким вот образом, наверное. Ну, я уже нашел, не буду вам долго показывать. Вот здесь она у меня в этой строчке, которая называется Primary. И вот здесь меняем соотношение. Видите, здесь у меня также в процентах. Если у вас в пикселях, вы можете в пикселях прописать значение. У меня в процентах прописываю. И здесь также меняем соотношение, которое нам нужно. Мне нужно 79, да? Я вот ставлю 79. Потом навожу. Видите, как изменилось? Вот уголком с синим фоном показывает нам, что вот такая вот ширина страницы будет. Также вы можете скопировать все это дело. Найти это в редакторе стилей. Вот. Если у вас в пикселях отображается. Ну, у меня, видите, вот здесь уже есть, да? Вот давайте проэкспериментируем и попробуем. Поставлю здесь 79. 79. И нажму обновить. Обновить. И посмотрим, что у нас получится или нет. Так, сейчас мы сначала обновим. Видите, не получилось. Иногда в редакторе не обновляется. Ну, из-за того, что разработчик ставит какой-то код, чтобы никто не менял здесь ничего. Вот. Это можно, конечно, обойти, но я необычно этим не заморачиваюсь. Так. А, я, наверное, еще не там внес 79, да? Может быть, надо было и вот здесь 79 внести. Сейчас, одну секунду, я проверю. Просмотреть код. Да, я не там внес 79. Так, ну, давайте еще раз это проверим. Ой, в этой строчке надо было вносить. Прописываем 79. Итак, обновляем. Заходим сюда и еще раз обновляем. Не, все равно не меняется, да? Все равно не меняется ситуация. Даже если я скопирую, зайду сюда, через Яндекс посмотрю, все равно, да, видите, не обновляется. Ну, не будем заморачиваться, просто вернем, как было, да, 61 в редакторе. И теперь скопируем, опять же, этот код. Скопируем и вставим его в другое место. Дополнение CSS. Выйдем сюда. Настроить. Дополнение CSS. И нажимаем вставить. Пишем здесь 79. Так, сохраняем. Закрываем. Закрываем. И видите, сразу ширина страницы изменилась. И стали три колоночки у меня, да, видео. И вот таким образом вы можете менять ширину страницы, ширину сайта и сайтбар, да? Есть еще возможность перемещать его на левую сторону. Ну, наверное, я запишу это в другом видео. Вот. Ну, а так это все очень просто работает. И теперь у меня видео становится в полный экран. То, что я и хотел. И справа узкий такой сайтбар, который мне в данный момент и нужен. Вот. То же самое. Если у вас такой шаблон, где два сайтбара, да, также вы можете здесь перемещать. Здесь ничего сложного нет. То же самое. Просматривайте код и вносите изменения либо в редакторе, либо вот здесь через настройки в дополнение CSS. Находить таким же способом, как и все остальное. То есть. Ну, а на этом все. Увидимся в следующем видео. А с вами был Анатолий Быков, Джинлав. Всем пока. Анатолий Быков.